Всем привет, с вами Вета и я продолжаю проходить игру 102 Талматинца Пятнистые Спасатели. И сегодня мы будем проходить уровень под названием Ферма. Очень люблю этот уровень, очень классный, может быть это такую замечательную мельницу на составке, но мельница это не единственное, что будет на этом уровне, а впрочем, что говорить, если можно самим все увидеть. Привет, щеночек, меня зовут Присцилла. Ну почему ты такая грустная, Присцилла? Ох, наш фермер такой лентяй, он совсем не заботится о скотном дворе, так что работы тут не впроворот. Да, это очень плохо. Мне нужно попасть на фабрику стервеллы, но вот эти заборы мешают мне, не знаешь, как бы мне выбраться отсюда. Ох, послушай, если ты поможешь мне с работы, я придумаю, как заставить фермера открыть большие ворота, и ты сможешь выйти. Ясно, и с чего же мне начать? Ох, я очень хочу пить, потому что фермер за целый день еще ни разу не налил мне воды. Я думаю, водопроводный кран где-то в сарайе. Попробую, скоро вернусь. Итак, это наша новая, скажем так, подружка Присцилла в таком замечательном колпачке. Но она у нас такая вся себя грустненькая, поэтому нам нужно выполнить несколько заданий для того, чтобы она нас выпустила с этой фермой. Итак, первое, ты нужно налить воду в поилку. Я уже слышу этот... Ой! Так, ненавижу эти эскаваторы. Тут вообще, на самом деле, видите, какие противные игрушки? Так, давайте погавкаем на него, чтобы он нам не мешался. Да что ж такое-то, а? Видите, еще один пальчик у нас отнял эту хпшечку, но мы ее, слава богу, установили. Так, теперь давайте искать, где находится сарай. Здесь у нас мельница, здесь у нас всякие гадости находятся. Вот не здесь ли у нас сарай? Скорее всего, здесь. Давайте посмотрим. Вот серьезно, самые гадские игрушки у нас тут. Так, это у нас где-то наверху. Так, минус один. Ой-ой-ой. Все, сейчас будем... Сейчас будем угорать надо мной, над тем, как я пытаюсь... О, я нашла краник. Отлично. Я нашла краник. Сейчас самое время его открутить. Заткнись ты уже, козлина. Послушайте, послушайте. Давайте, значит, нажимаем на shift. Вертим кран. И смотрим, как наполняется наша корыца для нашей присылы. Давайте, кстати, понюхаем. Так, что-то мне вот это не нравится. А, нам предлагают забраться наверх. Но, кстати говоря, давайте действительно немножко обследуем сарай, прежде чем вернуться к нашей присыле. Так, здесь, по-моему, какие-то сложные прыжки. Так, видите, по нам тут пытаются стрелять. Поэтому надо быть очень аккуратными. О, смотрите, вот, пожалуйста. Мы получаем наши первые косточки. Освобождаем... Как же приятно тебя видеть! ...первого щеночка. Все замечательно. Вообще, на самом деле, такой классный уровень. Такой теплый, душевный. Вот если бы не эти враги-идиотские, было бы вообще замечательно. Давайте. Хопа! Ой! Я не знаю, это сейчас глюк был или нет. Он сказал, вот, черт, хотя его даже не сбило. Это немножко странно. Ну и суть. Смотрите, бомбит и бомбит, бомбит и бомбит! Ой, да что ж такое-то? Вот, все. Вот вам замечательная история под названием Веты и паркур. Да, самый настоящий паркур, честное слово. Сейчас приходится работать одновременно стрелочками, потому что они поворачивают камеру. И также ВСД, чтобы обходить. О, отлично! Так, давайте-ка от него до начала убежим. Так, тут есть мяско? Ну ладно, мяско его возьмем в том случае, если он отнимет у нас ХП. Так, чувак, давай, беги, беги сюда, беги сюда. Молодец! Отлично! Мы с ним покончили, и нам не нужно подбирать мясо, просто потому что он нас не тронул. Это все было логично. Ладненько. Здесь у нас больше никого нет? Давайте понюхаем на всякий случай. Ой. Вечно я путаю клавиши. Какая незадача. Но, судя по всему, нюх ведет нас на выход. Отлично! Мы исследовали такой маленький сарайчик. Давайте, ладно, потом Костя соберем. Мы туда, в любом случае, вернемся. И Пресцилла ждет нас вот там вот, сбоку. Соберем Костяшки. Тут лежит для нас мяско. Нам, слава богу, пока не нужно. И возвращаемся к свинке. Туда, с самого же к нам. Ох, теперь я чувствую себя лучше. Спасибо. Теперь ветряная мельница. Она вон там. Ее нужно починить. Думаю, от громкого лая сломанная доска сдвинется, и мельница снова завертится. Сейчас я все сделаю. Да, на самом деле, весьма нелогичная мельница. Весьма нелогичная доска, но не суть важная. У игр обычно бывает странная логика. Вспомните, например, ту же Стервеллу-1 или Стервеллу-2. Так, давайте избавимся от него. Отличненько. Мы от него избавились. Да, капитан очевидность. Только из всего. Еще один. Вот когда их видишь, с ними вообще легко бороться. А вот когда они на тебя нападают со спины, это как-то не очень круто. Ой, даже с ним смогла расправиться. Даже удивительно. Ну, ладненько. Так, мясо нам не нужно. Давайте забежим внутрь мельницы. Тут что-то как-то пока что очень мало косточек. Ну, вроде как здесь будет много зарытых. Это я точно помню. А из игрушек чаще всего падает мясо. Отлично. Мы погавкали. И вот мельница начала вертеться. Посмотрите. У меня тут есть дырка в лопасти. Так, нет, мясо мы не берем. Мясо мы не берем. Мы идем к Присцилле. Сообщить, что второе задание мы выполнили. Да, там есть косточки. Мы все соберем с вами обязательно. Давай. Спасибо, что починил мельниц. Что бы я без тебя делала? Теперь нужно загнать кур в курятник. А то они бродят неизвестно где и совсем не несут яйца. Справишься? И как это сделать? Ты просто гавкай на них, когда они подойдут поближе к курятнику. Забавно. Да, вот это, пожалуй, самое веселое задание. Гонять кур в курятник. Я, кстати говоря, когда была маленькая, мне доводилось быть в одной деревне. То есть реально настоящей деревне. И там тоже были куры. И тоже мне приходилось загонять их в курятник. Это было очень весело. Я даже их ловила руками. Они пугались. Да, я, в принципе, на самом деле люблю куриц. Как бы странно это ни прозвучало. Так что давайте побыстрее их найдем. Вот у нас указатель на курятник. Хрусть-хрусть. Сейчас тут будут всякие гадости на нас нападать. Вот как, например, это... Давай, 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 давай. Ну, что ты меня не замечаешь, козел? Так, он меня, конечно, задел. Это другого. Все потому, что у меня на пару секунд был перегорожен экран. Да, так вышло. Подходим к якобу. Чекпоинт. И давайте немножко еще понюхаем. Куда нас приведут. Так, извиняюсь. А нас ведут как раз прямиком в курятник. Ага, здесь у нас тут прям лежит косточка. Одна, правда. И вот здесь нас встречают наши курочки. Наши замечательные белые курочки. И где-то там на крыше, кстати, сидит петух, которого мы видели. Вон он, петух. Петуха мы видели в начале самом уровня. Когда только-только начиналась кат-сцена. Отлично. Здесь не казары, а ты косточки. Я просто в этом уверена. Теперь давайте подойдем к курам. Они, конечно же, будут пугаться. Знаете, это как с голубем примерно. О, смотрите, одну загнали. И петух радуется. Замечательно. Так, ну-ка, давай, до свидания. Опять из него вылетело мясо. Убить, ну, умер, щенок. Отлично. Кстати, я забыла поменять щенка. Все-таки мы играем, наверное, за домино. Или, слушайте, или давайте домино будет в следующей серии. Давайте. Я не знаю даже. Ладно, давайте поиграем за домино все-таки. Давайте. Давайте. Господи, как они забавно летают. В принципе, какие они забавные. Давай, лети, лети, моя дорогая. Лети, птичка. Э! Что-то я немножко под голубейку сейчас. Вам не кажется? Эй, алло, где курица? Где курица? Курица? Отлично. Эй, эй, что за фигня? Почему они не летят в окно? Давайте все-таки скушаем мясо. Видите, у нас все-таки отняли одну хпшку. Я об этом совсем забыла. Теперь давайте погоняем еще куриц. Нам осталось две штуки. Давай, лети, лети, лети. О, молодец какая. Петух доволен. Два раза из трех. И теперь нам осталось последнее. Надеюсь, с ней будет нормально. Все, потому что, например, в деревне, помню, была какая-то трудная курица, которую было очень сложно поймать. Но все-таки мы ее поймали. Да. Да что ты скачешь-то? Ты что, этот, воробей, что ли? Вот что она творит, ребят? Что-то, по-моему, она заглючила немножко. Что-то мне это не нравится. Давайте подождем, пока она уйдет. Слушайте, у меня кура заглючила. Так, кура не заглючила. Все хорошо. Теперь давайте эту куру... Так, кура. Кура. Долети ты уже, наконец-то, свой курятник. Ради всего святого. Вот, давайте, давайте. Чуть-чуть. Оп. Отлично. Все, три из трех петух доволен. Мы заработали, конечно же, наклейку. Я догадывалась, что мы ее заработаем. И теперь возвращаемся обратно к Пресцили. А я вот не поняла, нюх нас будет водить тупо по заданиям или как? Я даже не знаю. Нюх, нюх, нюх. Ой. О, тут где-то еще есть косточки, но это не точно. А, смотрите, куда тут нас ведут? А, нас ведут к ящику с щенком. Усти за меня, стервелу! Обязательно, приятель. Ну, да, то есть нюх нас тупо водит по нашим целям. Ну, ладно. А, смотрите-ка. А тут у нас что? Тут у нас... Ой, смотрите-ка. Это мы просто немножко вышли в другой выход. А, по-моему, Пресцили у нас находится... А, нет, Пресцили находится не здесь. Не, на самом деле, я сюда еще вернусь. А, в принципе, здесь можно пройти короткой дорогой. Давайте его уничтожим. Все. Минус экскаватор. Отлично. А, тут еще один где-то едет. Все, отлично. Надеюсь, я этих экскаваторов уничтожу как можно больше. И вот через такой туннельчик мы выбираемся к нашей тетеньке. Ну, увидимся! Хотя, по-моему, этот туннельчик нужен будет нам по заданию, но, опять же, это не точно. Здесь где-то кричал солдат, но не суть. Мы уже добрались до нужного места. И поговорим с Пресцили. Если тух кричит во все горло, значит, все куры на месте. А сейчас нужно достать инструменты. Они засыпаны зерном. Залезай в зернохранилище. Там есть заслонки. Просто открой их, чтобы зерно высыпалось. О, если ты не очень занят, может быть, поможешь мне? Хм, надо попробовать. Да. Все-таки домино-голос сильно отличается от белочки. И зернохранилище, если я не ошибаюсь, как раз-таки находится там, откуда мы только что пришли. И тут у нас солдат опять кричит во все горло, прям как петух. Там у нас указатель курица. Хрусть-хрусть. Сейчас посмотрим. Солдат, походу, где-то вот там вот носится. Хотя не знаю. Значит, вот, да, у нас указатель на зернохранилище и на трактор. О, да. Вот это реально трактор, а не то, что я приняла за трактор. То есть, не эти экскаваторы маленькие. Оп. Значит, где у нас, в какой стороне у нас зернохранилище? Зернохранилище у нас в той стороне. Так что, костяшками пока не занимаемся, наверное. Ой, привет. Пока. Все, отлично. Господи, сколько же их здесь? Что-то мне немножко страшно. Явно он где-то вот здесь вот находится. Давайте проверим нашу догадку. Не, он где-то дальше. Сейчас от всех избавимся, не переживайте. Короче, где-то он находится, это точно. Где-то, видимо, за этим сеном. Да, я уже думала, тут можно пройти. Ну, ладно. Давайте вот этого вот гада убьем. Ай, 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 ай. Так, что-то я немножко не рассчитала. Где мое мясо, которое мне так нужно? Ладно, мясо поберем на обратном пути. Вот нам нужно сюда. Мы добрались до зернохранилища. Поднимаемся на самый верх. И тут вроде как будет несколько уровней зерна. И тут можно будет найти кое-что интересненькое по типу косточек, по-моему. А, тут, смотрите, видите, тут просто не мухается. Значит, мы откручиваем одну, ручку, один кран. Вот, куда-то высыпается зерно, причем, по-моему, его там даже не видно. Тут у нас все, тут ничего нет. Забавно было бы, если бы в зерне можно было что-то найти. Вот, смотрите, оно опять всыпается. Еще один уровень мы освободили. И третью ручку мы откручиваем. И все зерно полностью высыпалось. Да, и нам даже дали много косточек за это. И дали одного щенка. Кстати, щенков, по-моему, мы уже почти всех собрали. Это, по-моему, четвертый, если мне не изменяет память. О, да. О, это даже пятый щенок, смотрите, как здорово. Теперь тут можно понюхать. А, нет, тут ничего нет. Значит, идем на выход. Отлично. Значит, понюхаем еще. Может быть, мы даже найдем тот экскаватор, который я слышала, но не видела. Пока что нам не попалось ни одной из этой косточки. Мы пополнили здоровье. И теперь можно даже побегать по этой крыше. Можно побегать по крыше. Можно собрать косточки, которых я почему-то ранее не заметила. Или, я не знаю. Можно или на крышу потом забраться. Я даже не знаю, как лучше. Тут у нас находится якорь. Там, судя по всему, трактор, да? И здесь у нас что? А, здесь у нас какое-то тоже помещение. Ладно, это все мы посмотрим чуточку позднее. Все-таки сейчас лучше по заданиям пройтись. А где наша Пресцилла находится? Я чуть немножко потерялась. Я потеряся. Да. Сейчас немножко странно замечало. Одна унесут. Все унесут, унесут, унесут. Унесут важно. А, смотрите-ка, еще один. Что у нас здесь? По-моему, здесь я... А, здесь у нас туалет. Типа сортир. Отлично. В него нам пока не надо. Хотя его, в принципе, тоже можно было бы исследовать. Давайте попробуем как-нибудь еще добраться до Пресциллы. Каким-нибудь обходным путем. А, ну вот я вижу мельницу. Мы можем пробраться через мельницу. И что? И где? И когда? Ой-ой-ой-ой. Да, я испугалась, но смогла среагировать. Здесь видна мельница. Это, судя по всему, выход из уровня, если мне не изменяет память. А, вот, собственно, здесь и Пресцилла. Да. Вот мы к ней таким образом и вернулись. Обойдя практически весь уровень. Слава Богу, все наши инструменты нашлись. А теперь ты можешь повеселиться. Фермер недавно провел водопровод, поэтому уборная на улице теперь не нужна. В сарае есть ключ от трактора. Так что можешь взять трактор и проехаться по этой будке. Как думаешь, у тебя получится? Я сделаю все, что смогу. Так, что-то я немножко пропустила, где находится ключ. По-моему, он находится в сарае, если мне не изменяет память. Ну, ладно. Давайте зайдем в сарай. Давайте куда-нибудь... А, можно, кстати, вот зайти как раз на тот самый верхний ярус. Я думаю, это нам и стоит сделать. Значит, мы, получается, пришли вот оттуда. Сюда и пойдем. Можно заодно понюхать. А, ну, конечно же, нюх нас ведет в другое место. Тут, по-моему, какой-то глючный был. Я, конечно, не уверена, но, по-моему, что-то подобное было. Да, значит. Здесь вот стоит объект уничтожения. Скажем так, что у нас по жизни. С жизнью все нормально. Это хорошо. Значит, идем сюда. А, вот, значит, нам теперь нужно сюда. Я думаю, что ключик где-то тут находится. Все. Минус солдат. А что, где еще один? Давайте посмотрим. А, что-то еще один здесь. Так, что-то меня немножко здорово поранили. Но здесь есть запасы мяса. Так что это просто отлично. А еще домино, когда ранит, он кричит прям, как взрослая собака. Ну, или я это уже говорила. О, костяшки. Костяшки, это хорошо. Видите, то есть вначале вообще костей практически не было. Сейчас вот они вообще на каждом шагу нам попадаются. Ладно, давайте зайдем теперь сюда. Я вообще тут абсолютно запуталась. А, значит, тут мы вышли из сарая. И откуда там мы вышли? Нюх, нюх, нюх. Давайте будем доверять нашему нюху. А нюх нам говорит, что надо искать косточки. Ну, ладно. Ладно, сейчас будем облужидать. Тут непонятно где. Может, кстати, здесь что-то есть. Можем заодно сейчас еще попрыгать по поленьям. Значит, поворачиваем. А, тут типа камеру не повернуть. Отлично тут не поворачивается. Камера, я вас поздравляю, ребятки. Интересно, еще выше можно прыгнуть? Я вот тут сейчас тоже занимаюсь сложным паркуром. Так, я его прошла. Отлично. Так, и одну секундочку. Итак, продолжаем блуждать по ферме. Слушайте, давайте все-таки попробуем вернуться в тот сарай, где мы были изначально. Может быть, действительно ключ там? Я что-то немножко вообще запамятовала. Давайте попробуем, может, на паузе это сделать? Да, давай честно. Я вот не помню, где этот ключ несчастный. И что-то я как-то вообще прослушала, что говорит Присцилла. Мы уже, в принципе, добрались до сарая. Давайте попробуем туда зайти. Посмотрим, что нам тут предложат. А, вот и ключик, смотрите-ка. Я-то, блин, бегала. Отлично. Теперь уже бежим к трактору. Трактор. Мы можем, значит, найти короткую дорогу к трактору. Точнее, мы и так ее уже знаем. Значит, идем через место обитания Присциллы. Проходим. И... И-и-и-и-и-и. И проходим через этот туннельчик. Теперь наш путь лежит наверх. Там у нас корочки замечательные. А здесь у нас трактор. На желтом указателе. Отлично. Здесь у нас где-то... Бродит... Ай! Да что ж такое-то? Ну-ка, не меня песен, честное слово. Шикарно. 80 костей мы уже набрали. Сейчас нужно будет тут все обследовать, обшарить, обнюхать. Тут у нас чей-то домик. Бегает солдатик. С динамитом. Дайте мне мяско. Вот понимаете, когда мясо было не нужно, его было завались. А сейчас вообще мясо под рукой, то есть под лапой просто нет. Что, неужели здесь нету нарытых костей? Что-то это немножко странно. Ну ладно. Давайте, может, понюхаем. О, что-то у нас куда-то нюхается. Обратите внимание. А, или нас ведет к трактору. И что-то... А, ну да, нас ведет к трактору. Шикарно. Ладно, тогда еще что-то зайдем сюда. Здесь у нас ничего нет, да? Хорошо, тогда забираемся на трактор. На тракторе есть две косточки. Ой, отлично. Я забралась на трактор. Раньше это было для меня очень проблематично, но теперь все нормально. И смотрим. Сейчас такой весьма забавный ролик, если мне не изменяет память. Вот так вот нас катают по всей ферме. Это, знаете, практически одно и то же, что... Да, жена подумала, что ее муж пьян. На самом деле, это мы такие все из себя. Слушайте, я вот не знаю, там не было никаких костей. Может, все-таки стоило... Ай! Стоило сначала проверить, но я не знаю. В общем, так вот мы свергли туалет. Не знаю, на самом деле, я не представляю, если бы в реале такое произошло. Это же было бы ужасно! Наконец-то я на свободе! Все, мы собрали всех шестерых щеночков. Нам дали взять наклейку. И... Я о чем говорила? Я говорила о том, что полет... Тьфу, полет. Поездку на тракторе можно сравнить с полетом на якобе. Действительно, нас точно так же возят по всей локации. А, нас к мясу привело. А мясо... Да, мясо нам нужно. У нас нету одной жиськи, и мы получаем мясо. И если не изменяет память, то все игрушки мы вроде как уничтожили. Но кости у нас еще где-то остались. Так что надо смотреть во все глаза. Во все наши два щенячих глазика. Чтобы найти, наконец, наши косточки. А, тут типа, смотрите. Тут типа мы к пресциле уже пришли. То есть это вообще близко совсем. А я что-то... А, нет, это не пресцилла. Обратите внимание. О, я нашла. Нашла одну косточку. Что-то мне не захватить было. Что, все? А, еще одна, смотрите. Все, нашли, наконец-то, закопанные кости. Еще их всего две будет, или как? Или тут еще где-то поблизости есть? О, третья. Смотрите, осталось всего ничего. 95. Да что ж ты будешь делать? Все закопанные кости в одном месте оказались. Как так? Да что ж ты будешь делать? Одну секунду. Да, все-таки животные весьма и весьма наглые существа. Это я сейчас не о собачках, в которых мы с вами играем. Ну, я играю, но не суть. Да, наглые-принаглые. И куда нас ведет? Да, ведет нас, видимо, к Пресцилле. Ну да, логично. Да, вот как раз тот самый спуск. Мясо нам вроде как не нужно. И Пресцилла нас ждет вон там. Опять проходим через уже знакомый нам пинельчик. И ищем нашу Хрюшу. Кстати, тут можно у нее в поилке поплавать. Смотрите, смотрите, какая она большая. Как ей... Вообще, на сколько ей этой воды хватает? Я даже не знаю, она даже к нам подошла уже. Первый раз вижу такого умного щенка. Спасибо. Почему ты все еще грустишь, Пресцилла? Ах, сегодня у меня день рождения. Но никто и не вспомнил об этом. Если тебе пора идти, то иди, ворота открыт. Ах, что же за день рождения без подарка? Хм, у меня есть идея. Да, тут совсем рядом есть подарочек. Чисто в теории мы могли бы закончить уровень. Ворота совсем близко. Но, во-первых, проходим игры на 100%. А за эти нам, если они ошибаются, дадут наклейку. А во-вторых, ну не знаю, мне ее, например, жалко. Вот серьезно. Она такая грустненькая-грустненькая. Давайте все-таки ее порадуем и подарим ей подарочек. Держи. О, ты нашел для меня подарок. Спасибо тебе. Спасибо, Пресцилла. Мне очень понравилось тебе помогать. С днем рождения. Вот, отлично. Нам действительно дали наклейку. И смотрите, какая она радостная. Видите, как она носится? Даже я так не бегаю. Прям может тут вес сбрасывать. Серьезно. Реально, самый настоящий фитнес для хрюшки. Уи-и-и. А я быстрей, а я быстрей, а я быстрей. В общем, вот так вот. Она теперь носится. Она теперь не грустная. Она теперь радостная. Нам открылся выход. Но мы еще не собирали косточки. У нас осталось 4 кости. Я планирую их найти. Нас, надеюсь, не приведет к выходу. А, здесь есть мясо. Мясо нам не нужно. Но, в принципе, мы можем его скушать. В принципе, нам сейчас это уже не важно. Игрушки мы все уничтожили. И где-то здесь... А, смотрите-ка. Они прямо так лежат. Я надеюсь, что еще 2 кости находятся рядом. Так ведь? Не так. Ну, значит, будем искать. Куда нас ведет? Ведет нас сюда. Вот обошли так уровень. Он, на самом деле, такой, может, немножко запутанный. В плане самой карты уровня. Самого, как он выглядит. И нас ведет мимо сарая. Мимо сарая. Куда-то сюда. Это что, нас к курятнику, что ли, ведет? Такое чувство, что да. Такое чувство, что нас ведет к курятнику. А я говорила, что у курятника есть закопанные косточки. А, нет. Смотрите-ка. Нас ведет даже не в курятник. Нас ведет сюда. Что это за место? Что это за место такое? Слушайте, а не может быть закопанных костей в туннеле? Я вот не знаю. Нас, походу, теперь ведут... Ээээ... Забавно. А, даже так. Слушайте, а я и забыла про эту большую жизнь. Точно, да. Был же такой уровень, на котором она была закопана. Именно закопана, а не просто так. Это уровень ферма. Видите, все-таки сколько секретов таит в себе эта игрушка. Хотя, на первый взгляд, кажется простенькой-простенькой. Но нифига подобного. Это я просто ее хорошо знаю. И то... Видите, как мне ужасно даются эти... Экскаваторы а-ля трактора. О, нашли еще косточку. Надеюсь, последняя где-то рядом. Если нет... А, смотрите, она все-таки рядом. Отлично, мы собрали сто костяшек и можем возвращаться к выходу. Я, как ленивая пятая точка, буду идти тупо по нюху. Кто знает, может еще какие-нибудь тайны он нам откроет. Этот весьма странный нюх. А, это не пресцилла или это пресцилла? Подождите. По-моему, мы пришли к пресцилле. Нет, не пресцилла. Так, сейчас-то повторяю ее имя. Ну, кстати, мне кажется, свинье она очень даже подходит. Чисто мое мнение. Но мы, кстати, с этой хрюшкой еще не прощаемся. Мы с ней еще обязательно встретимся. Теперь, если не изменяет память, то точка для полета на якобе должна быть здесь, рядышком. Буквально у самого выхода, что не может не радовать. Потому что, когда ты собираешь 100 косточек, и тебе приходится вырваться в начало, это не круто. Не круто, понимаете? Да, вот. Да, все правильно. Вот выход. И здесь мы можем покататься на выпугая. Прокатиться? Конечно же. Отлично. Вот нас несут мимо мельницы. Мимо этих бесконечных стогов сена. Как же наш туалет? Типа сортир, который мы снисли на тракторе. Нам его не... А, нам его, так знаете, мельком показали. Вот буквально чуть-чуть совсем. Все-таки мы его видели, и нас посадили обратно, и вот такой вот замечательный был полет. Ну, а теперь уровень пора завершить. Отлично, игрушку сохраняем. Перезаписываем 61%. Шикарненько. О, снежный мир. Помню этот уровень. Мне он в свое время ужасно не нравился. Я думаю, когда буду его проходить, вы поймете почему. Хотя, в принципе, сейчас у меня вроде как к нему нейтральное отношение. А вот там вот бродит злой пингвинчик. Ну, ладно, не буду больше ничего рассказывать, показывать. Пожалуй, просто выйдем из уровня. Сохраним ангру на всякий случай. И еще осталось нам посмотреть альбом. Вторая четверочка. Ай. А, третья четверочка, извиняюсь. Вот, собираем наклейки для уровня ферма. И что мы видим? Мы видим нашего домино, за которого мы как раз играли. Домино на тракторе пытается достать подарок. Позади нас мельница, что-то еще. И какая-то очень странная присцилла. Я, например, просто тупо не понимаю, где у нее что. Но я вижу ухо. Я вижу пятнышки. Вижу хвостик. Больше ничего не вижу. Ничего не понимаю. Может, вы мне сможете объяснить. Я не знаю. Ладненько. Значит, у нас осталось два уровня до завершения второй четверки. И мы выходим из альбома. И на этом я с вами прощаюсь. Увидимся уже в следующей серии, где мы будем проходить уровень «Снежный мир». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр. С вами была Вета. Всем пока.